34 спортсмена из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов страны собрались в скай-парке, чтобы совершить полет с, пожалуй, самого панорамного и красивого места на курорте. Все очень классно, довольно-таки безопасный мост. Мы тут будем еще три дня. Вот прыгаем, веселимся. Это весело. Хорошие друзья, тесные связи и прочее. Товарищ из Белоруссии тоже. Для некоторых людей просто взглянуть вниз уже страшно. А эти парни и девушки готовы прыгнуть в пропасть без сомнений, при этом показать акробатические элементы. Некоторые выполняют групповой прыжок и даже с огоньком. Вопросу безопасности здесь уделено большое внимание. Во время показательных выступлений бейсджамперов останавливали все аттракционы. Да и стать участником смогли не все экстремалы, только профессионалы. Мы, как парашютисты, к этому мосту присматривались еще на этапе строительства, потому что ничего подобного у вас нет. Почему мост хорош? Когда вы прыгаете с моста, у вас нет объекта рядом и нет опасности столкновения. Поэтому мост – это самый безопасный объект для прыжков, самый лучший. Желающих, конечно, было очень много. У нас первое мероприятие такое, скажем так, тестовое, поэтому был довольно строгий отбор, то есть старались брать только самых опытных. Подобные фестивали проводятся во многих странах – в США, в Норвегии и вот впервые в Сочи. В России последний раз такие прыжки совершались лет 8 назад в стиле башни Останкино. Организаторы надеются, что этот проект станет традиционным и будет собирать большое количество парашютистов не только нашей страны, но и за рубежа. Фестиваль бейсджампинг – это не только захватывающие прыжки с парашютом, но и масса других развлечений. Гости парка могут пройтись по самому длинному подвесному мосту в мире, протяженность которого составляет 439 метров, также получить невероятные эмоции от банджи-прыжка с высоты 207 метров, прокатиться на мегатролле, но в принципе можно получить не только небесный, но и земной вид отдыха. Вот на этой зеленой лужайке участники фестиваля укладывают свои парашюты, отдыхают по тентам на мягких креслах и стараются балансировать на натянутых стропах, благо с них падать невысоко. Проверить равновесие можно и на таких качалках и большом твистере. Эти площадки активности будут работать еще два дня, до завершения первого в истории курорта фестиваля бейс-джамперов.